Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Александр Аксёнов. Мы колесим по Пермским дворам улицам на автомобиле Лифан Бриз, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. И для начала пара кадров дня от вас, дорогие телезрители. Нашим первым соавтором становится Анатолий Суботин. Он прислал призабавное объявление. Если верить ему, то нерадивых садоводов будут наказывать пением. И вместе с автором снимка задаемся вопросом, а как быть тем, кто петь не умеет? Вторая фотография, вернее серия фотографий от Екатерины Улёд. Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт. Или чуточку перефразируя, вот как строим, вот так и называемся, честные строители. Помнится, недели полторы тому назад дежурный по городу высказывал опасение, что помойка на Клименко 20 разрастётся до таких размеров, что заполнит собою весь квартал. С удовольствием сообщаем, пророчество не сбылось. Мусор вывезли, и теперь на Клименко 20 не помойка. А что ни на есть, самая обычная, вполне опрятная, контейнерная площадка для мусора. И это хорошая новость. Я проверял свои часы сегодня утром, и в их точности абсолютно уверен. Смотрим. 34 минуты четвёртого. Теперь смотрим на фасад ТЮЗа. 34 минуты пятого. Разница в час. Но вот забыли перевести их на зимнее время. А может и незачем часы-то переводить. Зато теперь там вечное лето. Улица Большевистская, 188, пятый подъезд. Обитают здесь весьма привередливые граждане. Казалось бы, что не нравится. Чисто, опрятно, аккуратно. Более того, для них даже лавочку под лестницей поставили. Мол, сяду на пенёк, съем пирожок. А граждане недовольны. Потому что считают всё то, что находится здесь под лестницей, сугубым захламлением и нарушением противопожарной безопасности. И уже несколько лет умоляют, чтобы всё это вывезли. Да, увы и ах, пока без толку. Вот что ни говори, а наши люди самые смелые, самые храбрые и самые отважные люди на свете. Нет, правда. Смотрите, ведь только-только чуть-чуть морозит, столько-только первый лёд. И вот на нём уже рыбаки. И ведь лёд-то тоненький, и выходить-то на него опасно. Но охота, она, как известно, пуще неворе. И что тут скажешь? Не хочется быть морализатором, но всё же берегите себя и не ходите на тонкий лёд. Вот такой увидела обычную повседневную жизнь Пермей и Пермяков, съёмочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою работу Игорь Гиндис и Александр Аксёнов. Завтра среда, а это значит, вас ждёт очередная командировка дежурного по городу. Куда? Смотрите и узнаете. Продолжается наш конкурс на лучшую новость недели, и автора самого интересного послания непременно ждёт сертификат на 2000 рублей от торгового центра «Семь пятниц». А посему, не забывайте, телефон нашей информационно-справочной службы 2630-300 и сайт телекомпании «Рефей» в интернете www.refei.ru. Пишите и звоните, ждём с нетерпением. Всё на сегодня. Свидимся, спасибо, удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok